Я хотела представить Эльдар. Эльдар сейчас играет про классный проект о коммуникационном дизайне, ну и опять же про свой дизайн. Всем привет! Темная лекция «Дизайн и череда случайность», «Дизайн и директора» «Поставим учиться делать дизайн в дизайн». Ура! Мне 19 лет, когда я от моего рождения, я студент 2-го курса, но мне кажется, не ездим поделиться, потому что год у него 2-е годы. Еще со школы я интересуюсь дизайном, мне это интересно. Сейчас я объект в московском пространстве «Поле», и на примере «Поле» буду рассказывать вам о своем опыте в творческом подходе. Если кто не знает, «Поле» — это не полноценный центр на Белорусской, у нас проходят вечеринки от рэпа, эйва и техно. Это вообще все. Помимо этого маркеты и цветовые инсталляции, которые курируют студию силосвета. У нас большой приступ там работы. У нас каждый день надо выходить по 2, иногда и по 3 вечеринки. Нужно оформлять, придумывать и отдавать афиши, и печатку, технику в общем дизайне в этот же день или на следующий. Поэтому нужно было придумать какой-то подход, при котором можно было бы работать быстро и при этом не выгорать. Кажется, мы можем представить задачу на свадьбе несколько лет по 1 неделю на протяжении времени. Но примерно после первого месяца становится тяжело, начинаешь убирать, у тебя как-то у тебя кончаются идеи. Сейчас закупаю картинку. Вот. В какой-то момент дизайн-процесс начинает выглядеть вот так, ты говоришь, что совсем нет людей, ты начинаешь что-то пробовать, идей все еще нет, и все что-то получается. Ты так рада, что наконец-то что-то получилось. Но вот ключевой вопрос, который возникает. Как не выгореть, чтобы к рутина не прогрессилась, чтобы у него все интересно, всем радоваться, друзей что-то появляется. В общем, я пришел к такому подходу. Давайте сначала его попросим. Да, мы знаем, что в инструментах есть ограничения. Подходик показывает, что на лице 4 есть ограничения. На самом деле, я хочу сказать, что эти ограничения не помогают дизайнерам. Нет, наоборот. Ограничения помогают четче формулировать идеи. Загоняя мозг в рамки, мы можем четче понятно выражать то, что мы хотим находиться в ДСД. Но! Важно помнить, что у каждого инструмента всегда особенное ограничение. Вот. И поэтому появляется вот такой подход. Важно не ограничивать себя в инструментах. Постоянно между ними переключаться. Можно, конечно, переключаться. Изучать новые инструменты, какие-то волнеет, следить за Марс или антикрану Транзин. Подожди, Саша, можно как-то поценивать? Да, спасибо. Ладно, просто. Комбинировать это все, ловить какую-то случайность, доверять своему программу или услугу. И только после этого проверять эту стратегию, броноплатформы, крезвые взгляды. Все, что важно. Давайте покажу на конкретном примере. Был такой клуб в Москве Кругозор. Мы делали фестиваль во имени В Поле. Мы нарисовали какую-то малую часть тех вариантов, которые мы нарисовали на афишу. И кто-то там смертно потрясал, какие инструменты я использовал. Что-то, например, генировал нейроны, что-то собирал много, использовал какие-то странные плейклайны, где-то там пытался пользоваться с PlayStation 2, в общем. Все это, на самом деле, было по итогу очень важно. То есть переключение между инструментами. Хотя абсолютно не важно, к чему это приведет, в процессе возникали идеи, и чистая афиша получилась такая. Нарисовал я ее за 15 минут, хотя для этого я перегачивал это все, наверное, часов 15, суммарно. Но все это привело к этому, которое я нарисовал за быстрые минуты, но вот идея вот эта, она просто рождалась постепенно. Какие это могут быть связки и бейплайны? Я тут просто выделил инструмент, который я использую в работе в поле, может, кому-то будет интересный порт, как-то сохранить себя. Тут есть какие-то странные инструменты, например, TextEdit и Microsoft Word, но да, это тоже клево. Когда ты меняешь контент, начинаешь его рисовать, в основном миниографических редакторов, у тебя появляются новые ограничения, которые способствуют генерации этих идей. Другие связки могут быть. Вам не бояться экспериментировать, уходить из зоны комфорта. Я под этим подразумеваю то, что привычный интерфейс, из них надо вылазить обязательно, иначе можно застрять. Там вообще ошибка любого начинающего дизайнера выучить, дизайнер, иллюстратор, фотошоп, все. Чувствовать себя королем? Нет. Нужно постоянно учиться смотреть что-то новое, особенно сейчас. Где за этим следить? Тут простого ответа нет, но от сетей студии и разработчиков, которые вам нравятся, для того всяких интересных, и локальных дизайнерских чатов, и мы еще про джектора написаны, такая же важная земляная тема. Некоторые программы можно отслепить, потому слили их уже когда-нибудь или нет, если их слили, значит они уже достойны, можно их попробовать. И на этом все. Конечно, настоящий кодик с кодиками. Друзья, вопросы? Есть вопросы. Ты сказал, что сначала решение о том, что стратегии не стратегии, и ты можешь объяснить как-то типа стратегия после решения? Да, ну, приходит тебе, например, аналитик и стратег, приносит в бренд-платформу, говорят ему, уверенный, чистый, да, и все вот это. Ты это через себя пропустил, но ты на это не смотришь. Ты начинаешь просто делать. Делаешь, 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 и на самом деле дизайн рождается в этот момент. Дизайн говорит, что его дизайн вышел из стратегии, но это неправда. Скорее всего. Если он вышел из стратегии, ну, каком-то таком подсознательном уровне, дизайн рисовал кучу вариантов всегда в голове, и вот это единственный вариант, который стратегии хорошо проверился, когда на платформе подошел, вот этот вариант будет классным. Вот. Не запутывал, ответил на вопрос. Ты можешь еще раз вот, например, объяснить, как ты понимаешь, что вот этот вариант находит стратегии? Вот, например, правильный показ «Газор» Да, давайте я верну. Так было много вариантов, да, и как вы именно ожидаете, какой-нибудь стратегии? Ну, в общем, у нас изначально это было еще один открытие сезона, у нас был такой грибной сезон, очень важный, органический. Сначала я думал про какие-то споры, крутил это все, но все-таки оказалось так, надуманно. Все вот эти варианты, они такие, перекручиваемые, такие дизайнерские упражнения. Вот. Хотелось проще, хотелось интереснее, такой чистый найти какой-то прием, да. И пока крутил, крутил, вдруг у меня там на какой-то подкорке отозвалось ботанический иллюстрация с подписью, и вышло, что действительно вот это связка вместе с такой плакатной типографикой, где у нас крупный вот эти проспорты сверху, и дескрипторы всякие, и подписи такие ботанические, типографические, они сюда хорошо встают. Вот это родилось, я не знаю какой точный момент, потому что во всем моментам, например, понимаешь, это все это все умно было для того, чтобы в итоге отнести к простоте. Вот. Вариант этот проверился очень просто, на самом деле. Эти казались надумными намеренно усложненными, с ненужными усложнениями варианты. А как часто такое выходит, что, допустим, тебе приходит, ну ты показываешь что-нибудь, знаете, играет, ну как-то что-то типа, может показать, что-то не делать. Как часто правки вкладывают, и так ты показываешь, чтобы это точно сработало. Да, если приходят правки, вот этот цикл, сейчас вижу, вот этот цикл повторяется просто. Просто очень важно показывать, да, как ты пришел к тому или иному решению заказчику, и часто помогает им большую часть права. У тебя в голове это что-то гениальное, ты это сам придумал, у тебя куча связок, а люди рейферансы уже в голове подвязаны. Для заказчика это, да, просто вот такой ход слева. Вот. Конечно, нужно дороже, понятно, когда нужно объяснять свои идеи заказчикам. и как это в добре, в реакции стратегии, тут вопрос второй. Ну короче, у вас этот процесс в смысле, чтобы показать, что-то не было. Хорошо. Друзья, есть вопросы? Я помню, прекрасный мужчина, подготовленный. У него был вопрос. У вас был вопрос? Нет, не было. У вас не было. Просто ваша такая вещь, особенно на вопрос. Спасибо. Спасибо.